Тимаркетс По итогам прошедшей недели наилучшую динамику среди основных валют показал австралийский доллар, прибавивший против доллара США 1,4%. Американская валюта, впрочем, уступала позиции широким фронтам, и лишь японская иена среди шести основных валют закончила неделю снижением, потеряв 0,3%. Индекс доллара опустился на 0,4%. Австралийский доллар, несмотря на слабые данные по занятости, оказался на прошлой неделе на уровне трехмесячных максимумов 1,0581. Количество рабочих мест в Австралии сократилось в марте на 36 тысяч, а безработица выросла до 0,560%. Курс евро сумел добраться до значения 1,3137, но, как мы и предполагали, на этой высоте встретил серьезное сопротивление, обозначенное уровнем расширения Фибоначчи 61,8% и 100-дневный скользящий средний. Рост британского фунта на данный момент приостановился перед отметкой 1,54%, которая также является уровнем Фибоначчи 61,8%. Преодоление ключевого годкосрочного сопротивления могло бы поддержать рост обеих валют. Этому в значительной степени способствуют действия Банка Японии, помогающие снизить доходности проблемных стран зоны евро. Однако в среднесрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем возвращения как евро, так и фунта к отметкам 1,2750 и 1,48 соответственно. Японская иена продолжила снижение. Пара доллар-иена выросла до 4-летнего максимума 99,93, но пока не смогла преодолеть сопротивление на уровне 100 иен за доллар и опустилась к отметке 98. Хотя на наш взгляд это всего лишь дело времени, а коррекция может стать хорошей возможностью для новых длинных позиций. После взятия уровня 100 мы ожидаем роста к 4-летнему максимуму 101,43. Протоколы мартовского заседания ФРС, опубликованные прошлую неделю, в очередной раз подтвердили наличие разногласий между участниками заседания относительно сроков сворачивания программы количественного смягчения. Доллар, по всей видимости, останется чувствителен к макро-статистике, особенно к данным по рынку труда и инфляции. Чем лучше будут данные, тем весомее станут аргументы сторонников сокращения программ стимулирования, и тем больше поддержки будет получать доллар. На этой неделе обратим внимание на протоколы заседания Резервного банка Австралии, которые могут пролить свет на возможность сокращения ставки, чего, кстати, мы не ожидаем в этом году. Во вторник также будут опубликованы мартовские данные по потребительским ценам еврозоны, Великобритании и США. В 17 апреля ждем протокол заседания Банка Англии. В тот же день стоит заседание Банка Канады, а в пятницу будут опубликованы данные по инфляции в Канаде. Индикаторы настроения рынка показывают, что австралийский доллар остается единственной валютой среди шести основных, удерживающей чистую длинную позицию против доллара США. Однако, по данным комиссии по торговле фьючерсами от 12 апреля, участники срочного рынка значительно сократили объем коротких позиций по евро, который уступил японской иене лидерство по величине чистой короткой позиции. Это был обзор от компании IFC Markets. Спасибо за внимание.